Майя Софья, Крючевская средняя общеобразовательная школа номер один, 4-й А-класс, Иван Крылов, Щука и Кот. Беда, коль пироги начнут печи сапожник, а сапоги-то часть пирожник, и дело не пойдет на лад, да и примечено столько, что кто за ремесло чужое братца любит, тот завсегда любит их упрямее и старней, он лучше дело все погубит, и рад скорее посмешищем стать светом, чему честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета. Зубастой щуке мысль пришла, за кошечью приняться ремесло, не знаю, завистью ли ее уголочил, или, может быть, или мысто у нас кучил, но только вздумала кота напросить, чтоб взял ее с собой одну охоту, мыши ворвали половить. Да полная, знаешь ли ты эту светлепоту, стал щуке Васька говорить, смотри, кума, чтобы не озраниться, не дарим говориться, что дело мастера боится. И полный куманек, вот мне виды, у мышей, мы лавливали ей шеи, так добрый час, пойдем, пошли, засели, натешился, наелся кот, и кунушку приведать он идет. А щука, чуть жива, лежит резинов в рот, и крысы хвост у нее отъедет. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, кум замертво стащил ее обратно в пруд. Иди же, это щука, тебе наука, вперед умнее быть, и за мышами не ходить.